Фактически четвертый, потенциально второй. Во втором туре элитного раунда Кубка России Ульяновской Волге достался один из лидеров футбольной национальной лиги – подмосковный Велес. Тем не менее, к очередному своему матчу волжане готовились в обычном режиме. Я думаю, любая игра имеет значение, и тем более с командой ФНЛ, для себя, опять же, психологически, доказать самому себе индивидуально, так и командно, что мы можем играть на этом уровне. Я думаю, это важно, и будем стараться, чтобы добиться положительного исхода. Последние несколько матчей сам Лацузбайя, которого считают одним из самых креативных футболистов Волги, пропустил из-за травмы. Но к матчу с Велесом поправился и приступил к тренировкам. Болельщики видели в нем своеобразного Джокера, мол, выйдет на поле стадиона труд и сделает для хозяев результат. Однако не он, а форвард Велеса Саид Алиев стал героем первого тайма. В 20-й минуте он оформил дубль. Сначала забил после розыгрыша углового, а затем сотворил настоящий шедевр, пробив точно верхний угол ворот, который защищал Нодерик Кличава. Первый тайм получился провальным для нас. Слишком много ошибок совершили, где пропускали мячи. Честно говоря, не узнал большинство игроков своей команды. В концовке первого тайма гости упрочили свое преимущество. Отличился Илья Стефанович после выверенной передачи Никиты Макарова, воспитанника ульяновского футбола, сейчас выступающего за Велес. За 19-летнего футболиста с трибуны переживал его отец, экс-нападающий Волги, хоккейный Виталий Макаров. Да, кстати, вот сын, вчера с ним встречались вечером, он ребятам говорил, когда они приехали на тренировку сюда, говорил, ребята, вон с той трибуны я стоял, хлопал, аплодировал, мой папа здесь играл, как бы, а он тоже им сказал, они такие довольные, ну, интересно для них это было. Во втором тайме скоро голов не случилось. Все самое интересное футболисты оставили на концовку. В итоге зрители увидели еще три гола. Два из них – ворота подмосковной команды. Капитан Волги Денис Рахманов и нападающий Илья Карпук реализовали оба пенальти, что назначил судья. А еще был автогол в исполнении ульяновского защитника Валерия Захарова. В итоге Велес выиграл 4-2 и доказал, что не зря идет в лидерах футбольной национальной лиги. В целом матч тяжелый был, конечно, непростой. Даже счет, может быть, до конца не отражает характер игры. Вот, нам было сегодня непросто. Мы сделали большую ротацию, дали через два на третье у нас игры, идут перелеты, переезды. Кого-то мы даже в Москве оставили, сделали ротацию, дали возможность тем ребятам, кто в предыдущей игре не играл, себя проявить. Теперь в конце октября Велес сыграет с Уралом из Екатеринбурга. Победитель этого матча и выйдет в 1-8 финал Кубка России. А «Волга» уже в ближайшее воскресенье, 4 октября, вернется в первенство страны среди команд 2-го дивизиона. И в Ульяновске встретится с барнаульским «Динамо». Начало встречи в 3 часа дня. Михаил Рассашанский. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.